Особое мнение на 101FM Я его знаю очень давно, с 1988 года Как человека, который работал в разных органах исполнительной власти Который имеет большой жизненный опыт Я посчитал, что этот человек в данный момент При той ситуации, которая сложилась сегодня в ЗАГС Собрании Он сумеет сохранить ту роль ЗАГС Собрания Его рабочий, так сказать, настрой И поэтому на основании этого я считаю, что сделал такой выбор Ну, со сменой спикера вы ждете какого-то изменения к оппозиционным депутатам? Смягчения, может быть? Ну, надо, наверное, посмотреть Потому что сейчас сложно гадать, как там это все будет Но, учитывая то, что я говорю Имея такой богатый жизненный опыт и управленческий опыт Я думаю, что Владимир Гаврилович по-другому должен относиться К тем депутатам, которые сегодня находятся в других фракциях Ну, вот эти оставшиеся два года, да Оставшиеся два года этого созыва Спикер их должен просто досидеть Или дать какой-то новый виток развитию ЗАГС Собрания? Ну, я не хотел бы, чтобы просто вот это был период Когда люди пришли и только отбывали свой срок Конечно, нужно двигаться вперед Нужно, так сказать, повышать, может быть, в какой-то степени роль законодательного собрания Для этого есть все предпосылки И надеемся, что с его, так сказать, возможностями это, может быть, получится Давайте к другой теме перейдем Не дали как два дня назад у нас в студии был лидер фракции КПРФ Сергей Мамаев Я напомню, что речь идет, речь шла в том числе на этом эфире О внутрифракционном конфликте В котором вы, ваш коллега Леонид Сандалов и Сергей Мамаев Находитесь уже с сентября Сергей Мамаев свою точку зрения касаемо сложившейся ситуации озвучил В основном он, она касалась потерявшего связь с партией Леонида Сандалова Но в том числе были претензии к вам Как к человеку, который пытается усидеть на двух стульях Будучи членом фракции КПРФ И одновременно являющегося советником губернатора Который, в свою очередь, является членом высшего совета Единой России И с недавнего времени еще и секретарем регионального отделения Единой России В общем, Сергей Павлович усматривает в этом некую двойственность И, видимо, недоволен этим И общая его позиция по недовольству к вам и к Леониду Витальевичу Сводится к тому, что вы пришли на сентябрьское заседание Против воли фракции, в общем-то И тем самым якобы поддержали Владимира Быкова Вы можете это прокомментировать? Я, конечно, прокомментирую Поскольку все, что сегодня в большинстве, так сказать, заявлений, сделанных Мамаевым Это абсолютно неправда Во-первых, конфликт возник не потому, что мы, как он нас обвиняет, поддерживали Единую Россию и Быкова А конфликт возник потому, что мы не пришли действительно на ЗАГС собрание Пришли, вернее, на ЗАГС собрание, когда он объявил об этом в средствах массовой информации И не удосужился поставить об этом ни нас, ни даже, так сказать, не то, что не пригласил Но даже по телефону не известил о том, что вот есть такое предложение Вот И при этом он все время ссылается на устав партии Но в уставе партии четко прописано, что никто не отменял демократию в партии И что каждый человек, член партии или сочувствующий партии, он имеет право на свое мнение Он имеет на критику И за это никто не должен преследовать По сути дела, мы стали вот теми, кто оказался преследуемым со стороны Мамаева Ну, а дальше ситуация была очень простая Он буквально, так сказать, через какое-то время объявляет о том, что он исключает нас из фракции И опять же, по лживым, так сказать, основаниям Нас на фракцию не приглашают На фракции присутствовали члены, якобы, обкома партии И Александр Иванович Каримулина, это четвертый депутат нашей фракции Как мы знаем, Александра Иванович за исключение не голосовала И получается, что Мамаев опять в очередной раз соврал, всенародно соврал о том, что он нас исключил из фракции Более того, мы обратились к нему с просьбой предоставить документы, которые бы подтверждали, что нас исключили Потому что мы не были на этом заседании фракции И написали соответствующую письму Подождите, это было заседание фракции все-таки или это было заседание бюро обкома? Потому что на сайте говорится о том, что решением бюро обкома вы, Илья Ницандалов, исключены Бюро обкома не может исключить Да, бюро обкома не может исключить И поэтому Сандалов, вернее, сначала Мамаев говорил о том, что это бюро обкома, так сказать, приняло такое решение Потом он начал говорить, что это и фракция приняла такое решение То есть, поэтому трудно понять, кто исключал Исключал один Мамаев, никто другой нас не исключал И поэтому мы обратились с просьбой, написали ему соответствующее письмо предоставить эти документы Более того, когда мы стали, в общем-то, заниматься вот этим вопросом Оказалось, что я по наивности своей думал, что человек, который занимает пост первого секретаря обкома партии Он автоматически должен и быть руководителем фракции КПРФ Оказалось совершенно не так Фракция должна была избрать этого руководителя на своем заседании Когда она образовывалась И вот мы попросили эти два документа То есть эти три года, которые прошло уже с момента нового созыва законсобрания Вы просто не знали, что он должен быть руководителем Мы считали его руководителем Да, мы должны были его избрать Мы об этом даже и не думали, честно говоря Ну, так, кстати, получилось И мы попросили дать эти два документа И если эти документы в наличии, то почему их просто бы предоставить И, так сказать, мы бы удовлетворились тем, что есть Мы же не можем, так сказать, идти против Но подождите, если у вас есть этот документ, вы же, если вы не голосовали, то откуда взяться этому документу? Нет, мы-то не голосовали, но он-то утверждает всенародно, при всех, что фракция такая была, и мы голосовали. Более того, он предоставил сейчас ЗАГС собрания документ, по которому прямо я могу зачитать, это же, так сказать, не просто обман каких-то индивидуальных людей, а это вот, он пишет, решение фракции КПРФ от 6 октября 2016 года. На основании проведенного голосования депутаты фракции КПРФ в Законодательном собрании Кировской области решили избрать руководителем фракции КПРФ в Законодательном собрании Кировской области 6-го зазыва Сергея Павлиныча Мамаева, заместителем руководителя фракции КПРФ избрать Леонида Витальевича Сандалова и присутствовали, пишет Каримулина, Мамаев, Сандалов и Чурин. Голосовали, результаты голосования единогласно. Подождите, но под документом должны стоять подписи. Вот, стоит подпись. А вас, как члена фракции, разве не должны там стоять подписи? Этой фракции-то не было. Мы ничего не подписывали. Получается, что это лживый документ, очередная ложь, которая пытается прикрыть свои решения. Более того, я хотел бы сказать еще вот о чем. Когда мы попросили эти документы, чтобы он нам представил, написали письмо, они сделали у себя вот такую вещь. Я могу даже на экран показать. Наше письмо, те два вопроса, где просили протокол фракции об избрании его руководителем и протокол фракции об нашем исключении, они взяли, заштриховали красным и взяли, более того, специально исправили наше письмо, наделали ошибок и начали, написали, так сказать, о том, что Ничурин и Сандалов безграмотные, они не научились готовить письма, документы и так далее. То есть, ну вот, вот такими приемами, я думаю, что такой солидный... А зачем допускать такие ошибки орфографические? Они считают, что это мы такие безграмотные люди, что можем допускать такие ошибки. Например, вот я могу сказать, что такая ошибка, как реализация. Ну, подумайте сами, неужели я прожив всю жизнь и знаю, как пишет слово реализация. И вот такие вещи, это попытка унизить, попытка, так сказать, чечернить и так далее. То есть, вот такими приемами. Если бы все было нормально, если бы было все законно, не надо бы ничего, просто нормально пригласили бы нас на фракцию, обвинили бы нас в том, что мы действительно поддерживаем Единую Россию и прочие вещи. И тогда бы доказали это, что на самом деле... Хотя на самом деле никаких доказательств нет. Нигде, ни в средствах массовой информации, ни приватно, нигде мы нигде не оскорбляли партию, нигде мы не говорили, что мы выступаем против партии и так далее. А это сейчас пытается нам поставить, так сказать, вину. Поэтому я считаю, что Мамаев лжет, причем самым неприкрытым образом. И самое-то удивительное, что эта ложь, она идет во вред не только фракции. Вот фракцию он расколол, он ее, так сказать, по сути дела низвел до двух, там, трех человек. Но он же тем самым ущемляет интересы партии, прежде всего, своей партии. И поскольку вот сейчас многим стало ясно, что такое Мамаев, я не думаю, что этот человек должен руководить не только фракцией КПРФ, но и в целом отделением, оригинальным отделением коммерческой партии Российской Федерации. Анатолий Михайлович, мы об этом поговорим чуть позже, и сейчас у нас перерыв. Хорошо. Продолжаем программу «Особое мнение». Сегодня ее гость Анатолий Чурин, депутат законодательного собрания. Мы обсуждаем ситуацию внутри фракции КПРФ. Анатолий Михайлович, вы до перерыва обмолвились, что Сергей Мамаев не должен занимать пост руководителя партии. Да. Я глубоко убежден, что такие люди, которые, так сказать, на протяжении, вот он 13 лет, по сути дела, занимаются руководством региональным отделением коммерческой партии Российской Федерации, и все те позиции, которые раньше партия имела в области, она, по сути дела, растеряла. Количество депутатов в КПРФ... Мы можем сейчас динамику какую-то привести? Вот я хотел сказать, что количество депутатов, которые были, вот даже с прошлого созыва, в законодательном собрании, в думах районных, муниципальных образований, сократилось в два с половиной раза. То есть, это о чем говорит? Это говорит о том, что количество людей, которые поддерживают КПРФ, оно уменьшается. И руководитель КПРФ знает, должен знать, по крайней мере, об этом. Он ничего не предпринимает для того, чтобы, так сказать, что-то изменить в этой ситуации. Причем, вот за все эти три года, что мы проработали во фракции, с его стороны не было никаких предложений о том, чтобы как-то изменить ситуацию в области в плане экономического развития, в плане социальной поддержки населения и так далее. А если вы откроете сайт КПРФ, то там одни лозунги. Самое начало, например, он себя «не дам грабить Кировскую область». Что значит «не дам грабить Кировскую область»? Для того, чтобы не дать грабить Кировскую область, надо принять столько документов и так исправить законодательство, что, извините, просто одними словами ничего не сделаешь. Или, например, «не дам переименовывать улицы в Слободском». Это тоже просто посылы, а не более того. И вот такие лозунги, они бросаются, а, по сути дела, ничего не меняется. Более того, мы же знаем, что сейчас Мамаев активно заигрывает с администрацией. Он постоянно, так сказать, здесь вот в правительстве бывает в одних и тех же кабинетах, согласовывает все свои решения с определенными, так сказать, чиновниками. Он перестал ходить на митинги, которые якобы он сам организует. Более того, вот для меня, например, было таким неприятным моментом, когда законодательное собрание должно было провести голосование по поводу согласования документа пенсионной реформы. Мамаев взял и не явился на это заседание. И потом, заявляя, что он уехал в командировку, хотя командировка могла бы быть на один день позднее сдвинута, и ничего бы ему не помешало. Но, тем не менее, вот такие факты постоянно возникают, и он нас пытается обвинить в том, что сам-то он как раз делает все для того, чтобы не только поднять авторитет партии, а наоборот, снизить его. Вот это на сегодняшний день, мне кажется, очень страшным. Хотелось бы, чтобы здоровые силы в партии все же осознали необходимость того, что нужно с этим человеком распрощаться, прекратить, так сказать, поддерживать его и выбрать настоящих руководителей, которые бы смогли действительно заниматься делом, а не тем, чем занимается постоянно Мамаев. Вот его наезды постоянные на органы власти, на людей, которые, так сказать, чем-то ему не угодили, они же ничего не дают. Это просто его, так сказать, такой характер или не знаю, что там. Ну вот вы вот эту идею «Сбавиться от руководства» уже озвучили в газете «Вятский край» в своем большом открытом письме. Оно было достаточно редкое. На ваш взгляд, как можно сегодня сместить, как вы собираетесь, по крайней мере, это делать, и собираетесь ли, и есть ли какой-то процедурный вопрос? Я не могу, как говорится, сместить его. Это понятно, что... Но вы призвали кировских коммунистов избавиться от их руководства. Мы хотели бы раскрыть глаза нашим уважаемым членам партийных организаций на местах, кто такой сегодня Мамаев. Мамаев, это вот в свое время был поп-гапон, гапонщина была. Вот сегодня Мамаевщина, это то же самое примерно, когда людей пытаются лозунгами, так сказать, сагитировать на какие-то действия, а сами вместо этого, так сказать, пытаются это все согласовать с властью и нивелировать. То есть держать под контролем, в общем-то, вот это... Тогда при Гапоне это было рабочее движение, а сейчас, ну, народ, собственно говоря, удержать от всякого бунта и так далее. И поэтому сегодня Мамаев, он занимает вот такую позицию. Это, по сути дела, предательство партии. Ну, то есть ваша цель открыть глаза партийцам, чтобы они как-то инициировали процедуру снятия Мамаев. Да, чтобы они, соответственно, обсудили эти вопросы. Они могут обсудить вот это все. Это ни одного слова лжи мы не написали. Вот я вам клянусь здесь при всех, что мы не написали ни одного слова лжи. Все, что он пишет, это вот на самом деле, это можно доказуемо и так далее. А мы написали то, что есть в жизни. И поэтому, если дальше... Я еще, когда вот были выборы в 16-м году, я уже Мамаеву тогда говорил, вот если мы бездействовать так будем с вами, то в следующий раз, в 21-м году за нас никто не придет и не проголосует. Но он меня тогда обвинил, что вы, извините, подрываете партию и так далее. А что подрывать партию, когда, так сказать, она уже в таком состоянии? Поэтому тут очень серьезный вопрос. Вот сегодня вышел свежий номер газеты «Репортер». В нем достаточно развернутое интервью Владимира Бакина. И он говорит о том, что он комментирует как раз вашу ситуацию, говорит о том, что ОЗС будет в этом разбираться. Вот ОЗС должно в этом разбираться? Или вы должны все-таки решить это внутри фракции? Ну, я думаю, что ОЗС тоже заинтересовано в том, чтобы в его рядах был какой-то определенный порядок. Ведь все эти положения о фракциях, они приняты ОЗС. Это не личное, так сказать, решение Мамаева или фракции КПР. Это принятое решение на уровне ЗАГС собрания. Поэтому если человек нарушает документы ЗАГС собрания, то это уже становится не личным делом какого-то человека отдельного, это, в общем-то, становится делом всего законодательного собрания. Поэтому я думаю, что он, наверное, правильно сказал о том, что нужно разбираться. Ну, я правильно понимаю, что вы хотите вопрос вынести на комитет по депутатской этике? Да, мы хотели бы вынести и какое-то решение, чтобы, по крайней мере, послушать вот не такие отписки, а послушать его реальную, что он сам мыслит и думает, потому что он с нами не разговаривает. То есть с тех пор ни разу за стол переговоров все вместе вы не садились, вы не собирались, и вопрос этот не обсуждали. То есть весь конфликт, он происходит только на страницах СМИ? Да, вот он сейчас. Мы долго молчали, мы не выходили, так сказать. Но когда он стал поливать нас грязью, и вот выражается у него такая фраза, такая, блудняк. Ну, что значит, мы нигде не участвовали в никаком блуде и так далее. Мы нормальные люди, соответственно, почему нас надо обзывать где-то принародно. Поэтому мы вот буквально на прошлой неделе мы выпустили это письмо и, собственно говоря, сказали все, что думали в этом отношении. Ну, если вы идете в комитет, я правильно понимаю, что вы... Это подразумевает то, что вы готовы сесть за стол переговоров? Понимаете, для этого нужен шаг с его стороны. Если с его стороны какой-то шаг будет, то тогда почему не сесть за стол переговоров? Но если он не делает шаги, а наоборот разрушает даже возможность того, чтобы собраться вместе. Вот вы говорите, шаг с его стороны. А если Сергей Павлович придет, гипотетически, допустим, извиниться, вы вернетесь во фракции КПРФ? Нет, если он извинится и это сделает публично, потому что он публично нас оскорблял. А самое-то главное в другом. Мы из фракции не уходили. И мы просим сегодня, написали письмо в ЗАГС собрание, мы просим оставить нас фракции КПРФ. Потому что мы считаем себя членами фракции КПРФ. И какой-то, извините, один член не может исключить сразу трех или двух человек. Поэтому мы считаем себя членами фракции КПРФ. Мы никуда не убежали. Ну, вот я хотела уточнить, вообще обращались ли вы в юридическое управление ЗАГС собрания по поводу как раз-таки вашего исключения. Почему я об этом спрашиваю? Потому что я вот посмотрела закон, и если я все правильно поняла, то депутата-списочника, а вы, если я правильно понимаю, списочники, исключить из фракции, какой бы он ни был неугодный, нельзя. Нельзя, правильно. То есть депутат может только уйти из фракции сам, но при этом он должен сдать мандат. Да, я должен сдать мандат. Получается, что вы формально все равно входите во фракцию. Конечно. Тогда зачем это письмо о том, что мы просим оставить нас во фракции? Нет, нас считать во фракции, а как мы? Мы же не можем, так сказать, мы же голосуем на заседаниях ЗАГС собрания и так далее. И почему мы должны, так сказать, если он заявил, что не является членами фракции, а мы-то считаем, что мы являемся до сих пор членами фракции. Это наша оппозиция. А у него другая оппозиция. Он себе, по сути дела, он самозванец сегодня, он не руководитель фракции. И поэтому сегодня, вот следующий шаг, это будет призвать ЗАГС собрания не считать его руководителем, потому что он не может занимать эту должность. Если решение о том, чтобы оставить вас, да, так условно назовем это, оставить вас во фракции, не будет принято, готовы ли вы рассматривать предложения от других фракций? Нет, я сразу скажу, что в отношении себя нет. Я никуда не собираюсь переходить и, как говорится, переметнуться на чью-то сторону. Я... это принципиальная позиция. Хорошо, если вы возвращаетесь во фракцию, будут ли перевыборы председателя? Вот по идее, получается, что перевыборы должны быть, потому что выборов-то не было, как таковых. И нужно эти выборы организовать. Пусть осталось два года, но их нужно организовать. Ну, это логично, да. Скажите, знают ли об этой ситуации в федеральном руководстве партии? Мы не обращались туда. То есть вы никаких комментариев по поводу этого не получали? Нет. Понятно. Вы обмолвились несколько минут назад о том, что Мамаев заигрывает с администрацией. Да. И вот я вспомнила, что действительно, еще несколько лет назад риторика Сергея Павленовича была несколько иная. По крайней мере, во времена нашего предыдущего губернатора, он его очень активно критиковал, очень активно критиковал правительство. А сейчас, взять даже последний пример, последнее Заксобрание, он очень положительно отозвался об отчете министра здравоохранения Андрея Черняева. Вы с чем связываете изменения этой риторики? Ну вот в этом-то как раз весь и смысл. Что, помните, когда только эта администрация пришла, то Мамаев где только мог, он кричал варяги, которые пришли грабить область и так далее, и так далее. А сейчас уже не варяги? А сейчас варягами, варягов уже нет, сейчас уже не варяги, сейчас люди, которые, так сказать, работают здесь, и он постоянно сейчас под разными предлогами хвалит тех или иных руководителей правительства. Но это его личное дело, но, пожалуйста, ты не выдавай это за мнение всей фракции. Ведь мы об этом говорим сегодня. Почему? Это твое личное мнение, я могу тоже сказать, что я там доволен тем-то и тем-то, но я не могу сказать, что товарищи, которые со мной рядом сидят, имеют такое же мнение, если я не согласовывал с ними. Вот поэтому сегодня весь наш принципиальный скандал заключается в одном, что он не может, игнорируя наше мнение, выдавать его, так сказать, за общее. Вот в этом весь вся суть. Поэтому до тех пор, пока он будет это делать, никакого единства в рядах фракций быть не может. Те высказывания, которые Сергей Павлович делает во время пленарных заседаний, то есть это его личная позиция, это не позиция фракции? Да, но он всегда говорит, что фракция решила так. А вы не решали. А мы не решали, даже не обсуждали, вот в чем вопрос. Понятно. Чуть позже, наверное, так можно сказать, что в вашем конфликте появилось еще одно лицо, но так опосредованно в нем участвующее, это депутат Кировской городской думы Алексей Овечкин. Он, в общем-то, после того, как ваш конфликт обострился, сказал о том, что я, в общем-то, Алексея Вотинцева тоже не выбирал. При этом он отметил, что у него амбиции на руководящую должность нет, но, тем не менее, Вотинцева не выбирал. Можем ли мы сказать, вот по вашему примеру, что ситуация во фракции городской думы, во фракции КПРФ городской думы, она может пойти по тому же пути, что сейчас идете вы? Ну, я не стал бы гадать, но это, в общем-то... Ну, потому что на сайте КПРФ сразу же появилась новость о том, что это ложь. Да, правильно. Все, что говорится против, это ложь, но это не ложь. Это, на самом деле, так оно и есть, видимо, да? Я более того могу сказать, что, видимо, не просто вот такая ложь, она характерна для работы фракции, как здесь, в ЗАГС Собрании, так и в Гордуме. Она характерна, мне кажется, и для обкома сегодня партии, потому что он обманывает своих членов. На протяжении вот последних лет, сколько было скандалов, он избавлялся от людей, которые уважаемые, которые, так сказать... Но все это проходило молча, и сейчас, может, он тоже считал, что это все молча пройдет, но оказалось не так. Хорошо, тогда почему молчали тогда и перестали молчать сейчас? Ну, я не знаю, почему молчали люди, которых он выбрасывал из фракции, выбрасывал, исключал из членов партии и так далее, и так далее. Я не знаю, почему они молчали. Если бы это было все раньше сказано, наверное, была бы не такая ситуация и сегодня не такая была бы. Но они молчат. Анатолий Михайлович, в нашем эфире Сергей Павлиныч сказал о том, что внутрифракционного конфликта нет. Он есть, внутрифракционного раскола нет. Он есть или нет? Ну, опять же, ложь. Я еще раз повторяю, что до тех пор, пока Сергей Павлиныч будет от имени фракции высказывать какие-то, так сказать, свои суждения, и не согласует его с нами, и не считается с нашим мнением, даже не удосужится пригласить, то о чем единства во фракции ведь нет в этом плане. То есть раскол есть? Конечно. А как же нет? Раскол есть. Фракция раскололась и по его вине, кстати, не по чьей-либо. Не мы инициаторы этого, а он. Я предлагаю на этом прерваться на рекламу и вернемся с другой темой. Давай. Особое мнение на 101FM Возвращаемся в студию. Программа «Особое мнение» продолжается. Его сегодня высказывает Анатолий Чурин, депутат Законодательного собрания. Анатолий Михайлович, на прошлой неделе в первом чтении депутаты рассмотрели проект бюджета на 2020 год. Касаемо социальной сферы и точечного раздела образования, всем ли вы довольны? Какие параметры у бюджета есть? Устраивают ли они вас? Ну, во-первых, я обратил внимание на то, что бюджет образования, как в целом бюджет области, он стал несколько больше. Так, прибавили немного. Да. Ну, было объявлено, что бюджет увеличивается на 8%. Далее я обратил внимание на то, что идут большие средства из федерального бюджета. Это тоже важно. Это на реализацию национальных проектов. В рамках нацпроекта, да. Но мы должны просто понимать, что те деньги, которые придут, они не сыграют той роли, на которую, в общем-то, мы хотели бы рассчитывать. Во-первых, очень небольшой рост идет по заработной плате. А это сегодня очень важный вопрос. Причем нацпроекте не предусматривается вообще никак повышение заработной платы. То есть, учителя остаются без повышения заработной платы. То есть, она как есть средняя по экономике регион, так она, видимо, и будет. То есть, не происходит даже индексации ежегодной. Да. Вот, по крайней мере, этого не видно. Дальше. Снова, я уже на протяжении трех лет говорил о том, что нужно закладывать деньги на то, чтобы развивать инфраструктуру, то есть, ремонтировать, модернизировать здания школ и так далее. Эти деньги не заложены. НИС сказала о том, что их заложат по мере исполнения бюджета. То есть, это опять. Но почему это все ведет? Это ведет к тому, что при той ситуации, которая складывается сегодня с подрядчиками, если вовремя не проторгуешь, если вовремя не найдешь соответствующую подрядную организацию, можно и не отремонтировать. Можно не освоить даже те деньги, которые выделяются, скудные деньги, выделяемые бюджетом. Поэтому я все время говорил о том, что их нужно сразу же принимать в бюджете изначально, в первом, во втором чтении закладывать. И тогда уже можно руководителям образования заниматься тем, что искать подрядчиков, проводить торги и так далее. То есть, вся эта подготовительная работа должна вестись очень рано. Иначе, у нас же период очень короткий, три месяца, нужно все успеть сделать. Иначе просто можно не успеть. Вот это обращает на себя внимание. Но меня, конечно, больше всего беспокоит вот эта ситуация по заработной плате, потому что я смотрю, как развиваются ситуации не только в Кировской области, но развиваются в целом стране. И создается такое впечатление, что ни министр просвещения сегодня, ни вообще правительство не понимает, к чему все это идет. Дело в том, что министр заявляет странные вещи о том, что сегодня не обязательно быть учителем, можно преподавать историю. Просто, если ты любишь историю, ну... То есть, подождите, не иметь соответствующей квалификации? Да, то есть, не обязательно быть специалистом, допустим, учителем, не надо иметь соответствующее образование. А если ты любишь историю, то можешь прийти в школу и преподавать историю. Дальше она заявляет о том, что нам в ближайшие годы не ликвидировать дефицит с педагогическими кадрами. Но если человек, который занимает такой пост и говорит, что не ликвидирует дефицит и не предлагает никаких вещей, то тогда зачем находиться на этом посту? И поэтому, естественно, возникает очень много вопросов. А ведь вещи-то очень простые, которые нужно было решить. В первую очередь, нужно восстановить социальный статус учительства. Каким образом? А его не восстановить, если не повысить соответствующуюся заработную плату. То есть, если заработная плата будет плестись в хвосте, для этого много раз уже было сказано и предлагается о том, что нужно в стране восстановить ту систему, которая была в свое время в Советском Союзе. Была четкая система, когда за ставку, то есть за количество часов, за 18 учебных часов, учитель, независимо от того, где он работает, в Кировской области, в Москве, в Санкт-Петербурге, где он получал соответствующую заработную плату. Были богатые регионы, допустим, на севере, они доплачивали. То есть, там к ставке доплачивалась еще, так сказать, определенная сумма средств. Были четко определены, исходя из этой ставки, доплата за классное руководство, за проверку тетради, за заведование учебным кабинетом и так далее. То есть, учитель знал, что если у него сегодня 24 часа, значит, он получает ставку и плюс еще третью часть, плюс от этого считается заведование кабинетом и так далее, он знал, какая у него сегодня заработная плата. Сегодня все по-другому. Сегодня ни учитель, даже работающий со своими коллегами в одном учебном, в одном педагогическом коллективе, не знает друг у друга, какая у него заработная плата. Потому что то, что введено сегодня, когда 70% это составляет доплаты и там, так сказать, разного рода стимуляция, так называемая, а оклад очень маленький, то это, в принципе, не дает возможность повысить заработную плату. Вот недавно прозвучала какая-то, по-моему, за Кавказье республика, предлагает, давайте мы сделаем единую заработную плату по всей стране. Такое предложение поступило. Но они, опять же, говорят о заработной плате. Нельзя говорить о заработной плате, потому что заработную плату можно сделать единой по стране, но тогда она будет в любом случае разная, потому что заработная плата сегодня, так сказать, складывается не только из... Ну да, это оклад, премии, так далее. Да, это все вместе. Поэтому надо говорить о ставке, и дальше уже пойдет все нарастающее. Поэтому вот это мы говорим, но, к сожалению, в бюджете этого не учитывается, и естественно, что все это, видимо, остается в том виде, в каком есть. А это дальше цепочка идет. Это приводит к тому, что сегодня школа остается без учительства. Учителей будет не хватать еще больше. Количество стареющих учителей становится все с каждым годом больше и больше. Поэтому, естественно, что в итоге мы можем привести школу к тому, что преподавать там просто будет некому. Тем более сейчас Государственная Дума приняла решение разрешить студентам преподавать, не закончив еще вуз, преподавать в школе. А это как следствие падения качества образования, наверное. Да, это уже дальше пойдет все. Ну, традиционно в бюджете у нас есть такие статьи, на которые, как правило, средства закладываются уже в процессе исполнения бюджета, и в том числе эта статья «Подготовка школ к новому учебному году». В бюджете 2020 есть какие-то изменения по этому поводу? Вот я уже сказал, что бюджет пока не заложен, эти деньги не заложены. Хотя мы много раз просили и обращали внимание, нам опять сказали, что заложен по мере исполнения бюджета. Сколько будет заложено? Ну, то есть это на исполнение предписаний контролирующих органов. Ну, конечно, там же все закладывается. Поэтому никто пока не знает, сколько будет заложено, как это все будет складываться и так далее. Лариса Маковеева, наш министр финансов, сказал, что в этом году бюджет будет социальный, в общем-то, как и в предыдущие годы. И в этом году доля социальных расходов у нас 65%. 64%. 64%, да, с плановым ростом к 2022 году до 68%. При этом расходы на экономику варьируются в пределах 21-22%. Не боитесь ли вы, что через несколько лет будет такая ситуация, что нам в социалку вкладывать будет просто нечего? Ну, совершенно правильно. Потому что это ведь вот те предыдущие годы, которые прошли, они как раз это и показывают. Мы пытаемся удержать социалку, хотя и удержать ее тоже очень сложно. Поэтому вся эта оптимизация, она из-за чего происходит? Потому что средств на нее не хватает. В Советском Союзе была такая создана социальная сфера. Медицина, образование, социальное обеспечение. И это сейчас приходится все ужимать и ужимать. Отказывает людям во всех этих льготах. Отказывает, но при этом социальный блок, социальные статьи расходов, они растут, растут, растут и растут. Они растут, потому что растет, много чего растет. Тарифы ЖКХ растут. Они растут постоянно. Школа требует больше средств на отопление, освещение и так далее. Растут расходы на все эти ремонтные работы и так далее. Опять требуется больше средств. Растет хоть медленно, но растет заработная плата. А бюджет страны, он сужается, он не растет. Вот вчера президент говорил, что полтора процента, может быть, мы что-то и, так сказать, сможем сделать. Но что такое полтора процента? Это просто погрешность. Это даже никакого роста нет. Это на протяжении 10 лет идет. И поэтому, естественно, что если бюджет сокращается, как шагренивая кожа, а расходы в стране волей или неволей, они все равно остаются высокими и даже имеют тенденцию к росту, то это в конечном итоге приводит к тому, что ни на чего денег нет. Надо, конечно, инвестировать, так сказать, в инфраструктуру, инвестировать. Потому что если мы ничего не строим, ну как мы сегодня можем ликвидировать вторую смену в области, если не будем строить соответствующее количество школьных, создавать школьных мест? Ну, правда, сейчас правительство в рамках нас проекта пытается это что-то сделать, но это мало. Это надо гораздо больше. Но никто ведь не говорит еще о том, что сегодня у нас очень большое количество школ, которые не имеют ни собственных туалетов теплых, не имеют собственных школьных столовых, не имеют спортивных залов. И сами здания очень изношены. Это надо все перетряхивать, надо все, так сказать, ремонтировать и заменять. Но на это средств просто нет. И то, что мы сегодня вводим в современные школы... Ну, а дальше-то ведь их не будет еще больше. То есть что делать тогда? Что делать? Делать нужно, менять подходы в экономике, прежде всего. Нужно заниматься экономикой. И во всем мире сегодня экономикой занимаются совершенно не так, как у нас. Сегодня нужно обязательно переходить на плановое хозяйство. Нужно планировать все это. Я занимался вот недавно. У нас очень интересно происходит. Сингапур имеет планы своего развития на 50 лет вперед. Белоруссия не отказалась от планирования. Великобритания перешла на планирование. Великобритания – это цитадель, так сказать, капитализма. А Россия уповает на какой-то свободный рынок. Да не может никогда свободный рынок ничего сделать. Это утопия полная. Она доказана уже 30 годами жизни нашей. Поэтому, ну, вот до тех пор, пока политика не будет меняться, ничего не будет лучше. То есть эта история не региональна? Нет, конечно. Это история не региональна. И область никогда не выберется из этой ямы, потому что она в этой яме находится не по своей собственной вине. Вот в чем вопрос. Я на этой ноте предлагаю закончить. Это была программа «Особое мнение». Ее гостем сегодня был Анатолий Чурин, депутат законодательного собрания. Спасибо. Анатолий Михайлович, спасибо вам. Спасибо. До свидания. Особое мнение на 101FM